Всех приветствую, с вами Сергей Раша ТВ и вы находитесь на моем втором лайт канале. Сегодня, как я и обещал, будет обзор. И я решил сделать обзор на мою коллекцию DVD дисков. Фильмы, которые я покупал с 2004 года. Именно в 2004 году у меня появился DVD компания DVD-Citronics. И я покупал DVD диски до того, как у меня появился безлимитный интернет. А появился он у меня в 2011 году. И то есть я покупал с 2004 года по 2011, то есть 7 лет. Конечно же я не покупал лицензию, потому что чаще всего лицензионный диск стоил дороже. И к тому же на нем был всего лишь один фильм. А я любил покупать DVD диски за 100 рублей пиратские. И где было там 6 фильмов в одном диске, 8 в одном. Вот вы видите, тут 11 в одном. Ну, этот ролик я снимаю без монтажа, без дублей. И поэтому, что ж, поехали. То есть первый диск, 11 в одном. Тут комедии американские, Один дома, Один дома 2, 3, 4, Бетховен, Трудный ребенок. В общем, отличные комедийные фильмы. То есть я думал, вы все эти фильмы смотрели. Переходим к следующим. Так, вот тут коллекция из Пятницы 13, то есть тут около 9 фильмов. Очень крутой ужастик. То есть кто не видел, я всем вам рекомендую посмотреть. Так, дальше. Вот я так покупал в 2004 году. Наверное, мой самый первый диск, который я покупал. Видите, ценный даже остался 130 рублей. Фильм называется «Чужой против хищника». Тоже, в принципе, качественный фильм. Полгода назад я его пересмотрел, но уже, соответственно, в более лучшем качестве. Потому что, ну, это оппонентная пиратка. И кто не видел, тоже я рекомендую. Так, дальше. 8 в 1. Тут у нас и Гарри Поттер, и Братья Гримм. И приключения Шаркбоя, Оливер Твист, Чарли и Шоколадная фабрика. То есть, в принципе, неплохие фильмы. Можете посмотреть тоже. Так, ну тут пункт назначения 3. В принципе, хорошая часть, но первые две мне понравились больше. «Осторожно, модерн». Еще фильм с 90-х годов. И, в принципе, ну, я бы не рекомендовал бы вам это смотреть, потому что, ну, шутки. И в самых начальных еще скетчах вот это вот «Осторожно, модерн» еще не совсем такие уж смешные. Поэтому вот этот я не рекомендую вам смотреть. Очередная вот порция фильмов ужасов. Тут и «Чужие». «Чужие 2», «3», «4». «Хищник» 1 и 2 часть. «Чужой против хищника» 1 и 2. То есть, лучший из этих фильмов – это «Хищник» 1 и 2 часть. И «Чужие» 1 и 2 часть тоже. Кто не видел, обязательно посмотрите. То есть, это культовые фильмы. В первой части «Хищник» там Арнольд Шварценеггер. Там сюжет был просто бомба. Кто не видел, я говорю, обязательно посмотрите. Так, «Солдаты 8». Я был фанатом этого сериала. Вот. Тут 8 сезон, 16 серий. Ну, этот фильм вы, наверное, тоже все смотрели. Тут «Матрица» 1 и 2 часть. Особенно вот первая, вот самая вообще вот крутая. Дальше «Солдаты 7», «Солдаты 4», «Солдаты 6». Даже фанаты этого сериала. Далее идет фильм у нас «Сволочи». Кстати, неплохой фильм. Российский. Ну, тоже, я думаю, вы его все видели. Так. Дальше. Вот. «Триста спартанцев», «Любовь, морковь», «Реальные кабаны». Очень эпическое кино. Остаться в живых сериях. То есть, из этого я бы вам порекомендовал «Реальные кабаны» фильм. Тоже такое американское комедия. Такое вот, ну, пиздатенькое кино. Пиздатенькое такое. Так, вот этот фильм вы тоже смотрели, я уверен. «Обитель зла» первая часть, «Обитель зла» вторая. Ну, вторая мне как бы не особо понравилась. Но вот первая, вот вообще огонь. Огонь. Так, дальше фильмы про пиратов. Я тоже люблю. Тут и пираты Карибского моря. И «Черная борода», «Остров сокровищ». То есть, ну, в принципе, все фильмы такие вот интересные. Такие вот приключения жанра. Тоже очень крутой сборник. Вот этот фильм мне подарили на день рождения лет 10 тому назад. Фильм «Полное говно». Еще тем более один в одной. Ну, ладно, хоть лицензию. Так, вот у Чарли Чаплина есть диск. В принципе, можно посмотреть. Не сказал бы, что прям уж весело, но... Ну, так. Как бы на один раз сойдет. Так, далее фильм. Жесть. Российский. Ну, мне он, как бы, не особо понравился. Куда приводят мечты. Вот этот фильм, кстати, заставляет задуматься. Вот о жизни. Вот это вот все. То есть, рекомендую посмотреть. Дальше. «Комеди Клаб». 27, четвертая часть. Когда раньше, еще там лет 10 назад, «Комеди Клаб» был в моде, я его любил смотреть. Сейчас я его уже, ну, года 4 как не смотрю. Поэтому я раньше его любил, ну, и купил диск. «Солдаты 2». И вот один из, наверное, самых крутых фильмов. Это «Сборник» с Джимом Керри. То есть, тут и «Маска», «Шоу Трумана», «Эйс Вентура», «Я снова Я и Рен». То есть, ну, самый лучший фильм из его участия. Вот это вот, самый, наверное, крутой диск. Я его, наверное, раньше, блядь, просто до дырки пересматривал. Так, дальше. Ну, и дальше вот такой вот, помню, вообще вот такой вот этот диск был полностью пиратский. Как, эти фильмы не успели еще толком выйти в кинотеатре, но я его уже купил. И там, ну, просто смотреть было невозможно. Качество, ну, просто ужасное. Так, «Скуби-Ду» на страшном осле. Ну, тут, я помню, мне кто-то на заказ делал этот фильм. Прикольная такая комедия. Так, «Проклятье 2». Нехороший фильм ужасов. То есть, смотреть обязательно. Так, тут тоже «Сборник 8 в 1». Тут и «Реальные кабаны», «Такси 4», «Номер 23», «Сюрприз». То есть, ну, тоже есть, что посмотреть. Так. Дальше. Ко мне идут. Знакомство с родителями. Семейка «Адамс». Знакомство с факерами. «Лжец». «Лжец» тоже вот хороший сборник. Может быть, если вы что-то из этого не видели, то посмотрите. Так, вот очередная вот порция говна, которую я купил. Еще фильмы не успели выйти в кинотеатре, а я уже купил. И, соответственно, блядь, получил. Так, вот. «Шрек», «Шрек 2». То есть, я тоже вот, когда помню, только покупал 9 диск, я как раз купил «Чужие» от «Шрека». Когда как раз вышла вторая часть, и я, блин, «Шрек 2», ну, наверное, раз в 10 смотрел, когда. Был вообще пизда-то. Ну, вот еще что. «Затура» фильм неплохой. «Цена измены», а все остальное – говно. Так, ну, что тут у нас? Вот этот диск я купил ради сериала «Побег». Это, наверное, самый крутой сериал, который я когда-либо видел. Вообще, сюжет охуенный, охуенный, чувак. «Солдаты 3», я же фанат. «Мы из будущего». То есть, мне этот диск, кстати, подарили, видите, лицензия. То есть, ну, хороший фильм. Вот первая часть крутая, вот вторая – говно. Тут «Мистер Бин на отдыхе». Что еще? «Шматко», «Тупой жирный заяц». Ну, так, «Мистер Бин» – вот крутой фильм. Так, далее «Иллюзия полета». Вот триллер с Джоди Фостером. Неплохой фильм, неплохой, чуваки. Так, дальше, вот очередная порция говна, 8 в 1. Так, «Побег из тюрьмы», первые два сезона. То есть, я тоже смотрел, наверное, несколько раз. Так, и вот «Диск футбол». Самые смешные моменты, самые курьезные моменты. Ну, тоже так, прикольно. Так, сборник фильмов «Техасская резня» бензопилой. Вот это прикольно. Так, дальше, «Солдаты», первая часть. Так, вот тут «Аферисты дикой джинс» Эйсом Вентурой, прикольно. С Джимом Кири. Так, дальше. Опять «Порция ужасов». «Пила», первая, вторая, третья, четвертая часть. «Изоляция», хороший фильм. «Охотник за разумом». И пункт назначения. Так, дальше. Такие вот, про фильмы про животных. «Доктор Дулитл», хороший там Энди Мёрфи. «Гарфилд», первая, вторая часть. И еще там парочка неплохих фильмов. Так, а вот сборник фильмов с Лесли Нильсоном. То есть, и «Голый пистолет», и что там только нет. То есть, Лесли Нильсон 0,5. Охуенный актер был. То есть, вообще 12 в одном. То есть, тут, в принципе, выделить, наверное, мне нечего. Так, дальше. «Стюарт Литл», «Стюарт Литл 2», то есть, такое детское больше кино. Дальше, сериал «Студенты» 2005 года. Кстати, этот сериал, в принципе, мне понравился. Он намного круче, чем «Универ», потому что тут более как-то вот реальная жизнь. В этом сериале показано, как живут студенты. Дальше, «Побег», третья часть. И «Ганнибал. Восхождение. Лицензия» 2007 года. То есть, ну, неплохой тоже фильм, хотя с Энтони Хопкинсом было покруче. Так, дальше. Очередная порция ужасов. Тут и глаз, и пропущенный звонок, и хующенный... Ну, в общем, много чего. Так, тут пила первая, часть пила вторая, то есть, я тоже фанат этого фильма. А вот супергеройское кино, то есть, «Супермен», «Бэтмен», «Начало», «Фантастическая четверка», «Блады Рейн», «В» значит, «Вендетта». Вот еще один неплохой российский сериал «Братья Фаразовы». То есть, кто не видел, тоже такого, вот если вам нечего, в принципе, заняться, посмотрите. То есть, вам понравится этот сериал. Так, дальше. Так, дальше. Из этого, ну, я бы посоветовал «Дом большой мамочки». Так, вот «Девятая рота», мне этот фильм тоже подарили, я посмотрел и чуть не проблевался. Понимаете? Давно, давно, чувак. Так, тут выделить, в принципе, нечего. Так, ну, а здесь, вот, «Человек-паук», первая, вторая часть, это, ну, это крутые фильмы, базарные, крутые. Ну, вот, последнее, что я покупал, это, вот, программа «Розыгрыш». То есть, когда еще не было интернета, мне, в принципе, нравилось смотреть эту программу, как разыгрывают наших звезд, и было, в принципе, смешно. Ну, вот такая вот у меня коллекция дисков, я, ну, не считал сколько, но их примерно около 40 штук. То есть, вот, за 7 лет я купил около, ну, 40 штук.